При этом Россия не просто качает нефть и газ по трубам за границу. Развивается инфраструктура переработки. Так под Мурманском в центре строительства крупнотоннажных морских сооружений завершается сборка модулей по сжижению природного газа для проекта «Арктик-СПГ-2». Об уникальном проекте Алена Рогозина. Первое впечатление задают такие вот яркие голубые с оранжевым на фоне лазоревого неба общежития для строителей. Это рабочий поселок. Здесь одномоментно почти 15 тысяч человек живут и работают. Смотрите, жизнь кипит и стройка, и продукты разгружают одновременно. Нам выдали спецодежду уже, чтобы отправиться на промышленную площадку. Очки, наверное, надо поменять, но сегодня в Мурманске плюс 20, и солнце яркое. Инновационная промышленная площадка — центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новотек» на берегу Кольского залива в живописной Белокаменке. Вырос всего за два года завод по производству заводов по сжижению газа. С основания гравитационного типа номер один. Вот этой стороной, которую мы видим, она будет представлена к береговым сооружениям на Гэдане. Гэдан — это полуостров на Ямале, в Обской губе на южном берегу Карского моря. Вот как там сейчас красиво. Стройка «Арктик» СПГ-2. Газ, который будут здесь добывать на месторождении с романтичным названием «Утреннее», прямо с куста по трубам, станет попадать на установки для первичной очистки, а дальше на заводы, которые придут сюда из Мурманска, как корабли морем. Вот здесь, на Земле, рядом с первым не просто в России и в мире арктическим плавучим заводом по сжижению газа, ощущение такое, что какую-то космическую штуковину не просто поставили, воткнули на судно. И теперь, конечно, интересно, как оно отправится по северному морскому пути от Мурманска до полуострова Гэдан в Обской губе в Карском море 2000 километров. Сама конструкция весит почти 700 тысяч тонн, и высота у нее, как у многоэтажки, 30 этажей, а впереди ведь Арктика. Газовые заводы растут на бетонных основаниях гравитационного типа. Плавучись, как у любого судна, заканчиваются гидроиспытания. Док затапливают, действует сила Архимеда. Она выталкивает эту махину со всеми верхними конструкциями на поверхность. Потом с помощью балластной системы платформу выровняют, установят на ровный киль и с помощью буксиров выведут в море. Наш объект уникален тем, что впервые реализована система хранения жиженного природного газа непосредственно внутри. То есть мы строим внутри два резервуара для хранения и дальнейшей отгрузки жиженного природного газа. Концепция плавучего завода с самыми большими в мире мембранными резервуарами для СПГ уникальна. Сборка технологической линии из 14 модулей выглядит ошеломительно. Великанский конструктор на супермощных домкратах и рельсах. Сборка первого завода почти завершена, второй тоже идет по графику. Как детская игрушка, состоящая из кубиков. Но эти кубики очень тяжелые. В среднем вес одного кубика 15 тысяч тонн. Предмет особой гордости – первые модули, полностью изготовлены в России. Гигантский цех гудит, как улей. Одновременно собирают модуль компрессора от парного газа и модуль осушки и удаления ртути. Сотни предприятий со всех регионов разработали, произвели, поставили свою продукцию и оборудование. Заводы Челябинской, Воронежской областей, также заводы из города Углич поставили кабельную продукцию для наших модулей. И, например, гриппетские фабрики предоставляли опоры под технологические трубопроводы. Качество на довольно высоком уровне. Конечно, это, безусловно, радует. Очень легко работать. Краны «Уралмаша» с ювелирной точностью выполняют наисложнейшие операции в самых суровых погодных условиях. Вот так зимой устанавливали турбины. И когда крановщик Михаил Акулич, за плечами у которого арктическая стройка в Сабете, рассказывает о своей работе здесь, лицо его, дочерно загоревшее полярным днём, светится мальчишеской улыбкой. Это интересная гордость за страну, за компанией, что работаешь здесь, участвуешь. По телевизору потом это всё приятно видеть. Проект «Арктик-СПГ-2» как квантовый магнит притянул к себе со всей страны энергичную молодёжь. Трансформировал систему профессионального образования, запустил новые технологические процессы, создал логистические цепочки, дал мощный импульс к развитию тяжёлой промышленности. В реализации заказов «Новотека» президент поручил поддержать «Верфь звезда». Новые танкеры нужны под строящиеся мощности «Арктик-СПГ-2». Проект будет давать почти 20 миллионов тонн газа в год, и большую часть планируется отгружать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Один миллион тонн — один танкер. Мы должны выходить и завоёвывать рынок там. Кстати, вот эти 21 миллион тонн даст России ещё 5% мирового рынка «СПГ». «Ямал» — это бескрайняя вечная мерзлота, поэтому для снижения затрат заводы по сжижению газа впервые в истории мировой отрасли и строят плавучими за две с лишним тысячи километров под Мурманском. Вот здесь очень хорошо было бы порассуждать о мировой безуглеродной экономике, трендах и технологиях, но мысли сбиваются вот от такой промышленной поэзии. Открываются ворота в один из самых больших, наверное, на планете цехов. Смотришь, и вот когда понимаешь, что здесь практически всё — и техника, и оборудование, и технологии, и люди российские — такая гордость берёт. Алёна Рогозина, Михаил Артюхин и Михаил Емелин. Вести недели. Мурманск.